Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мы с нетерпением ждем летних теплых деньков, а когда наступает жара, с удовольствием едем за город, гуляем в парке, валяемся на пляжи. Однако в квартирах становится жарко. Если у вас не стоит система кондиционирования, солнечные лучи и высокая температура могут доставлять немало неудобств, особенно по ночам. Хорошо, что есть несколько простых способов, чтобы легко заснуть и хорошо выспаться, даже когда на улице пекло. Первое. Станьте вегетарианцем хотя бы на время. Это отличный вариант для диеты, но уменьшить температуру тела так невозможно. Попробуйте временно стать вегетарианцем и вы почувствуете, что переносить жару и засыпать станет гораздо проще. Второе. Выключайте свет и телефоны. Вы будете удивлены, но и они выделяют немалое количество тепла. В жаркую погоду это чувствуется. Если мобильник разрядился, заряжайте его вне спальни. Третье. Примите теплый душ перед сном. Это нужно сделать не только из-за увеличения потоотделения. Теплый двухминутный душ способен охладить разгоряченное тело. Да, вот такой парадокс. При воздействии холодной воды организм будет стараться согреться, а от горячей остынет. Особенно, когда вы выйдете из ванной комнаты. Четвертое. Хлопковые простыни и пижамы. Если вы без одежды, пот будет скапливаться на коже, делая ее липкой, горячей и задерживая воздухообмен. Выход есть. Высококачественная хлопчатобумажная пижама, дышащая и впитывающая в лаку. Она поможет вам сохранить прохладу. Пятое. Сделай кондиционер своими руками. Познавательный факт. Кондиционеры позволяют поддерживать оптимальную температуру в помещении. Это комфортно и приятно. В то же время устройство с замкнутым циклом способны привести к таким нехорошим последствиям, как сухость кожи, учащение респираторных заболеваний, аллергические реакции. Шестое. Спите в одиночестве, раскинув руки и ноги. Если температура достигла потолка, и вы, и ваш партнер изо всех сил пытаетесь уснуть, вам стоит некоторое время поспать врозь. И еще секрет. Если вы будете лежать в позе морская звезда, ваше тело нагреется меньше. Проверьте и убедитесь сами. Седьмое. Холодный компресс. Возьмите тряпочный мешочек, насыпьте туда рис или ячмень и поместите в морозилку на полчаса. После он будет оставаться холодным до 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы задремать. Кстати, если утром вы положите в холодильник бутылку с водой, вы сможете взять ее с собой в кровать. Долой печь. Пусть спальное место будет свежим и остуженным. Восьмое. Заморозьте свои простыни и остудите свои конечности. Когда нам становится жарко, конечности способны выводить большое количество крови на поверхность, чтобы регулировать температуру тела. Этим стоит воспользоваться. Быстрая холодная ванна для ног окажет удивительное влияние на весь организм, как и привычка высовывать их из-под одеяла или простыни. Девятое. Спите внизу. Если нет комнаты уровнем ниже, просто возьмите пример с домашних питомцев. Подойдет матрас-стоппер. С непривычки может быть не слишком удобно, но зато будет гораздо прохладнее. Конечно, такой метод больше всего понравится детям и молодежи. Десятое. Повесьте мокрую ткань перед окном. Смочите этот предмет постельного белья чистой водой и повесьте ее над открытым окном. Не хотите простыни, используйте шторы. При поступлении в помещение воздух будет охлаждаться, проходя через капли воды в тканевых волокнах. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.